Приветствую всех! Меня зовут Левдев Андрей Юрьевич, я консультант-аналитик компании Кудерлайн, и сегодня я представляю вам вебинар бюджетирования в программе 1СРП управления предприятием. С чего начать? В рамках этого вебинара мы обсудим самые базовые элементарные моменты, связанные с использованием подсистемы бюджетирования в программе 1СРП, ну и соответственно большая часть того, что я буду рассказывать, пригодна также для программы 1С комплексной автоматизации. Зачем потребовался вот такой вот общевводный вебинар? Практика показывает, что использование вот этой вот подсистемы бюджетирования в программе сталкивается с многими проблемами. Проблемами в первую очередь связанными с тем, что люди просто не понимают, с какой стороны к этой подсистеме подойти. Если все остальные, они как бы построены логично по одной схеме, то есть есть какие-то документы, которые фиксируют операции, есть какие-то заказы, которые фиксируют предварительные действия, есть отчеты, которые можно посмотреть. Все как бы укладывается в привычную схему работы. С бюджетированием несколько иначе. Поэтому давайте для начала разберемся, что это за подсистема и для чего она нужна в программе. И вот здесь я давайте вам покажу вот эту вот общую схему. Я ее всегда показываю. Общую схему архитектуры прикладного решения. И как вы видите, большая часть операционной деятельности, она находится вот в этом блоке. Ну, в принципе, есть некая вот такая особая структура в виде казначейства. Есть очень такой самостоятельный блок, взятый из зуб. Вот. Но в итоге все, значит, приходит к блоку финансового учета и бюджетирования, контроля и анализа деятельности предприятия. Какое место в этой структуре занимает блок бюджетирования и для чего он нужен? Что такое подсистема бюджетирования в 1S ERP и для чего она может использоваться? Начинаем загибать пальцы. Первое, что надо отметить, подсистема бюджетирования в 1S ERP, это прежде всего, первое, возможность создания произвольного отчета по вашей текущей оперативной деятельности. Вы можете сами сформировать структуру этого отчета, структуру какой-то таблицы, который будет формироваться. Вы можете сами определить, откуда в этот отчет будут браться данные, какие данные с какими будут объединяться и показываться совместно. Вот это все, в общем-то, обеспечивается с помощью простейших операций, да, кнопка, мышь и на этом все заканчивается. Вот. Итак, первое, вы можете сформировать совершенно произвольный отчет. Все данные, которые есть в системе, могут быть должным образом отражены в отчете, который формируется в модуле бюджетирования. Пункт второй. Как вы понимаете, если мы говорим о бюджете, то предполагается, что у нас есть какие-то плановые цифры, и мы потом смотрим, насколько мы в эти цифры писались. Есть какой-то план-факт. Факт – это то, что мы обсудили в пункте 1. План вы вводите вручную сами, то есть вы можете определить какой-то сценарий, который может быть у вас, да, там, какие они у вас будут, вы решаете сами, там, оптимистический, пессимистический, да, усредненный, еще какой-то. Вы можете ввести ручками данные по этому сценарию и далее проверить исполнение, да, сравнить с фактическими показателями, которые у вас выросли в системе. Причем, я вам сказал ручками, да, но программа позволяет вам несколько облегчить вот эту вот ситуацию, да. Программа позволяет вам создать не вручную вот этот вот сценарий, данные по сценарию вести, не совсем вручную, а с помощью какой-то системы прогнозирования, вы можете, там, взять данные за предыдущий период, да, если вы уже ввели данные по продажам, ну, на основании этих данных вы уже можете просчитать, задав соответствующее правило, когда у вас будет поступление денежных средств, связанные с этими продажами, а сколько вам надо потратить на закупку. То есть вот такие вот моменты в формировании бюджета на очередной период программа вам упрощает. Вы можете, там, какие-то цифры получить, ну, автоматически и только потом проверить, источнить их. Вот. Значит, вот это пункт второй. То есть еще есть некая такая возможность формировать связанные планы, связанные бюджеты, завязывать одни бюджеты на другие, получить данные из предыдущих периодов. Третий момент. Третий момент. Мы с вами только что упомянули о получении денег. То есть вот у нас уже затронулся краешком БДДС, бюджет движения денежных средств. Этот бюджет можно использовать в программе для лимитирования. Там же не только поступления, там могут быть и предполагаемые оплаты. И 1СРП позволяет на созданный бюджет завязать управление денежными средствами. То есть если вы заложите какой-то лимит в бюджете, сколько можно потратить там на оплату поставщикам или оплату за общехозяйственные расходы. Если вы завяжетесь на этот бюджет, то с помощью бюджета вы сможете платежи, превышающие эти лимиты, блокировать. Такое применение. Это пункт 3. Ну и наконец пункт 4, который присущ только ИРП, в комплексной автоматизации его нет. Это возможность организовать работу над бюджетом. То есть есть такое понятие ВРП, монитор бюджетирования. Вы можете создать план бюджетирования. То есть определить, в какие сроки, кто должен ввести келейные бюджеты, утвердить их, ввести планы, ввести какие-то дополнительные показатели, которые вы используете при расчете. Вы все это можете задать ВРП и программа будет выдавать соответствующие задания соответствующим людям. И помимо этого программа позволит вам еще посмотреть на мониторе, как будет идти этот процесс. Будет что-то типа диаграммы Ганта. Вы можете рассматривать бюджетный процесс как стандартную такую проектную задачу и контролировать его, если процесса, то его, если задача, то ее исполнение с помощью стандартного механизма, применимого к управлению проектами. Ну вот, значит, и теперь давайте от общих вещей мы потихонечку перейдем с вами практически с этим моментом. Я сейчас переключусь на программу. Но прежде чем переключусь, я отвечу на еще один вопрос, который задается очень часто. И, собственно говоря, мы с ними сейчас будем разбираться. Мы внедряем 1СРП. Нужно ли нам бюджетирование? И надо ли его делать прямо сейчас? Как я уже вам сказал, бюджетирование – это настройка. К использованию бюджетирования вы можете прийти тогда, когда сочтете нужным. То есть, если мы говорим, скажем, о продажах, понятно, что их надо внедрять сразу, фиксировать какие-то остатки, фиксировать задолженности, иначе это все просто не будет корректно работать. К бюджетированию вы можете прийти тогда, когда вы для этого созреете, когда вы этого захотите. То есть никаких проблем с этим не будет. Если вы впоследствии соберетесь изменить бюджетную модель, использовать совершенно другой подход, никаких сложностей с этим тоже не будет. То есть вот эта вот надстройка, которую можно подключить тогда, когда вы сочтете нужным. И как и было там заявлено в анонсе, пойти тут можно двумя путями. Путь снизу и путь сверху, от сложного к простому, от простого к сложному. Ну и сегодня мы наметим, значит, вот эти вот первичные шаги. Дальше, если там вы выскажите какие-то свои пожелания в конце, если озвучите какие-то свои интересы в этой подсистеме, мы сможем продолжить серию вебинаров и рассмотреть углубленно какие-то другие варианты работы. Ну а сейчас давайте я, значит, сейчас на экране должна появиться база данных. Есть это или нет? Есть, да? То есть базу данных вы видите. Вот, значит, в основе работы с бюджетированием лежат два понятия. Это понятие статья и понятие показатель. Статья и показатель. Что это такое? Статья это обороты, показатель это итог, сальдовая величина. В принципе так, хотя на самом деле все несколько сложнее. Но, я думаю, лучше показать, чем рассказывать об этом на пальцах. Поэтому давайте я сейчас пойду в бюджетирование, настройки и справочники. Статьи бюджетов. Чтобы не путать, я создам группу статей. Потом я думаю, где выбирать. Зову эту группу вебинар. Вот, ну это, в общем-то, условный момент. Так, зайду в группу и нажимаю кнопку создать. Вот, пожалуйста, у меня появляется на экране форма, в которой я задаю статью бюджета. Как я ее задаю? Самое главное, что я должен указать, это наименование. Ну, давайте называться оно будет. Поступление денежных средств от клиентов. Можем задать до 6 аналитик. Сейчас я это делать не буду. Я покажу вам стандартный список аналитик. Например, мы, анализируя денежные средства, поступление денежных средств, можем указать, что они не вообще у нас поступают, а по конкретному договору. Да, или от конкретного контрагента. То есть, тогда в таблице потом мы сможем увидеть там поступление денежных средств от контрагента 1, от контрагента 2, от контрагента 3. Можем использовать статьи ДДС, можем использовать типа денежных средств. Вариантов расшифровки здесь много, но сейчас мы этим не будем озабачиваться. И у нас аналитики в поступлениях использоваться не будут. Значит, количественный учет для нас он сейчас не важен, но если мы будем разбирать, например, производство, там да, имеет смысл включить, чтобы мы могли производство планировать в бюджетной таблице и в штуках, и в ездах. По валюте, валюту имеет смысл включать, в том случае, если у вас мультивалютный учет, и вы хотите, чтобы делался пересчет должным образом. Да, бюджет вы верстаете в одной валюте, ну а если вы будете использовать какие-то другие, ну вот тогда надо включать валютный учет и указать, какие. Ну, собственно говоря, вот в самом примитивном варианте все. То есть вот я статью создал. У меня в бюджете будет фиксироваться поступление. Так, опа, звук есть? Есть. Есть ли звук? У меня он идет. Подтвердите, пожалуйста, что есть звук, если вы его слышите. Есть. Есть. Так, значит, статью я создал. Ну вот теперь нам надо понять, как система узнает, что она должна включить в поступление DS от клиентов. Скажем, просто поступление DS. А может нам поставщик будет возвращать какие-то деньги? Это включать или не включать? Вот. Ну, здесь это настраиваемо, и настраиваемо это как? Вот у нас есть правило получения фактических данных. Вот здесь на этой закладке мы указываем, каким образом, откуда система будет брать данные о том, о факте. Что, какие именно фактические данные будут включены в статью бюджета поступления DS от клиентов. Каким образом мы это делаем? Нажимаем создать и делаем правило поступления. Значит, здесь очень важный момент. Раздел источника данных. Смотрите, какие тут у нас есть варианты. Мы можем брать данные из оперативного учета. В этом случае программа нас спросит об операциях, которые мы хотим сюда подключить. Мы можем брать данные из регламентированного учета. То есть, когда оперативно вы уже отразите в РСБО, вот оттуда программа эти данные будет тянуть. Можем брать из МСФО, если вы его используете. Ну и произвольные данные, это уже забота программиста. То есть, надо будет написать какой-то запрос к базе данных, который и формирует нужные вам средние. Значит, я, как правило, в ходе демонстрации опираюсь на оперативный учет. И, как видите, здесь я опираюсь на хозяйственную операцию. Я могу посмотреть существующий перечень хозяйственных операций. Поступление оплаты от клиента. Поступление оплаты от клиента. Источник суммы. Здесь есть варианты. Мы их сейчас не будем разбирать. Мы возьмем сумму оплаты. Обратите внимание, что мы можем задать какой-то дополнительный отбор. Например, указать, что эти суммы, они там только по одной кассе. Там только по одному счету. Или только по одному организатору. Только по одной организации. Здесь еще какую-то дополнительную фильтрацию. И после того, как я нажму создать, вот у нас получилось это правило. Я могу еще одно правило сюда забить. Второе, третье, четвертое. Я могу задать несколько вариантов, несколько источников, которые в итоге будут просуммированы в рамках одной статьи. Если у меня есть какие-то аналитики, я смогу задать, каким образом эта аналитика будет определяться. Иногда, чаще всего, это просто берется из документа. Но бывают ситуации, когда аналитику можно задать применительно. Также обращаю внимание, что, в принципе, формирование вот этого вот факта, который будет учитываться в этой статье, вы можете проверить и отладить. То есть, в принципе, мы можем задать проверку результата работы плана. Результат работы правила. И программа позволит вам построить отчет. То есть, она позволит вам увидеть, что именно система включит по данному правилу в ваши фактические данные по статье. Ну, сейчас демоверсии данных нету за этот год. Ну, давайте я вот так вот сделаю. Ну, то есть, вот вы видите, что система за сентябрь 2017 года какие-то фактические значения готова выдернуть в эту статью. Так, больше здесь данных, похоже, нету. Вот, значит, вот это правило. Правило заполнения статьи бюджета. Значит, ну, поступление DS от клиента. Давайте я его просто... Так, нет, скопировать не надо. Я создам оплату оплаты поставщикам. Ну, и здесь все то же самое. Все то же самое. Правило получения фактических данных. Создаем новое правило. Раздел источника данных. Оперативный учет. Хозяйственная операция. Оплата поставщику. Источник суммы. Сумма оплаты. Ну, вот так. Вот вторая статья бюджетов нами создана. Что касается зависимых показателей. Пока я ничего вам о них рассказывать не буду. Но ближе к концу нашего вебинара я пару слов по вот этому пункту. Зависимые показатели. Пару слов я вам скажу. Так, ну и вот эти вот две статьи, они уже позволяют нам такой вот примитивненький бюджетик создать. И вот это вот и есть вариант от простого слова. У нас появилось вот такое желание. Мы хотим как-то планировать приходы денег от клиентов. Оплату денег поставщика. Мы хотим смотреть, планировать денежный поток. Вот так, чтобы полностью внедрить бюджетирование. Так, чтобы вот вся наша организация в этом бюджетировании участвовала. Вот это вот мы пока не можем. Ну и напрягать особенно людей не хотим. А вот с минимальной отметки начать, ну почему бы и нет. Вот попробуем, поработаем, посмотрим как будет дело. Может потом мы это все усложним, что-то добавим сюда. Вот так вот вполне можно работать. Вот это вот и есть вариант от простого слова. Создали статьи, задали правило, откуда будет браться факт. А теперь мы можем сделать главное. Мы можем создать какую-то нашу таблицу, в которой мы будем работать. Как это выглядит? Здесь я на секунду вернусь к презентации. Значит, и я хотел показать вам вот такую вот сложную схемку. Сложную схемку. У всех она видна? Да. Я вам уже рассказал про статьи бюджетов. Значит, сказал, что есть правило получения фактических данных. У нас есть, кроме статьи бюджетов, показатели бюджетов, не финансовые показатели. И вот эти исходные данные, в нашем случае это статьи, мы можем использовать при формировании вида бюджета. Вид бюджета – это бюджетная таблица. Та таблица, в которой мы будем работать. Вот это вот вид бюджета. Но, значит, обращаю ваше внимание, что у нас помимо вида бюджета есть еще модель бюджетирования и сценарий. Что такое модель, что такое сценарий. Я вам уже сказал, мы в ходе работы можем сменить подход. Вот сейчас мы делаем какую-то нашу самую-самую примитивную модельку, которая включает только две статьи. Какое-то время мы с ней поживем. Потом мы можем сделать новую модель. В рамках этой новой модели будет уже два десятка статей бюджетов. Будут более сложные таблицы. Вот этих вот таблиц бюджетов будет намного больше. И эта модель, она просто будет идти как бы в параллель. Она не будет затирать предыдущую модель, она останется. Но вы можете уже постепенно переходить на какой-то более высокий уровень клонирования бюджетирования. Ну а сценарий это разрез. Сценарий это, скажем, вы создаете какие-то бюджеты по сценарию пессимистическому. Доллар подскочил. А какие-то по оптимистическому. Доллар наоборот упал. Ну вот, пожалуйста, два варианта развития событий. И программа вам в рамках одной модели подсчитывает и тот вариант, и тот вариант. Ну и потом вы получаете возможность все эти сценарии сравнить и сопоставить фактически. Итак, нам потребуется модель, нам потребуется сценарий. Давайте перехожу снова в демо базу. Итак, настройки и справочники модель бюджетирования. Модель бюджетирования у нас будет называться... Модель бюджетирования у нас будет называться... Себинар. Обратите внимание, что именно для модели бюджетов задаются и бюджетные таблицы в виде бюджетов, и устанавливаются какие-то лимиты, и верстается план подготовки этого бюджета. Так, значит, действовать он у нас будет, ну, с первого двадцатого года. Мы не будем сейчас связываться с утверждением, мы не будем, значит, вводить... Ну, давайте вот по организации я введу обязательную аналитику, по подразделениям не буду вводить. Вот, бюджетный процесс мы с вами не включаем пока что. Ну, он нам не особо критичен. Давайте, значит, поставим действует. У нас эта модель будет включена. Записать. Записали. Закрываем. И, значит, теперь сценарий надо тоже указать. Сценариям все несколько проще. В принципе, они у нас есть. Значит, обратите внимание, что есть предустановленный сценарий, фактически данный. То есть, когда мы создаем какой-то отчет бюджетный, указываем там фактически данные, ну, это значит, что программа будет смотреть не планы, которые мы наводили, а факты, которые зарегистрированы в системе. Создадим еще один сценарий, назовем его сбалансированный. Валюта. Давайте поставим рубли. И поскольку... В программе еще активно доллар используется. Чтобы у нас проблем никаких не было, давайте я еще там для доллара задам правила пересчета. То есть, валюту... Курс валюты вы для сценария можете сами установить. Ну, вот какую-то валюту я поставлю. Здесь, ведь она будет с 1 января. Так. Сделали. Сделали. Ну, и теперь давайте создадим, собственно, таблицу. Как я уже сказал, создается эта таблица в разрезе модели. Сделаем. Виды бюджета. Вот. И мы создаем новую бюджетную таблицу. Создаем новый вид бюджета. Значит, укажем. У нас будет называться это БДДС. Значит, обратите внимание, вот эта бюджетная таблица будет вводиться, использоваться для ввода плана. То есть, мы с ее помощью можем зафиксировать плановые данные. Если эта галочка не стоит, то это просто таблица, ну, аналогичная тому отчету, который вы формируете в ERP. Значит, все остальное, значит, сейчас не важно для нас. Трогать не будем. Еще раз подчеркиваю, наша сейчас задача создать что-то очень и очень простое. Значит, и вот тут тоже бывает такая сложность, когда, значит, люди не могут разобраться с тем, как работает вот это вот рабочее место. Что здесь делать? Здесь мы, самое главное, должны создать таблицу. Значит, здесь есть очень много элементов оформления, но самое главное, это таблица. Значит, для того, чтобы создать таблицу, я просто перетаскиваю ее направо. И программа у меня спрашивает, какую таблицу я хочу создать. Значит, вариантов три можно создать таблицу с показателями в строках, таблицу с показателями в колонках. Ну, это, в общем-то, практически одно и то же, там, значит, вопрос, где расшифровка будет. И можно создать сложную таблицу. Значит, сложная таблица позволяет вам довольно-таки творчески подойти к процессу формирования данных в ячейках. То есть, там что угодно можно завязать на что угодно, вот, посчитать одну таблицу по другой. То есть, вот здесь вот программа дает вам очень высокую степень свободы. Ну, а если показатель в строках показатель в колонках, сделать это проще, но будут действовать некоторые ограничения. Значит, вот таблицу мы с вами создали, значит, у нас есть колонки, у нас есть строки. Вот принципиальная разница, видите, строка у нас с монеткой. Если бы у нас были бы показатели в колонках, колонки были бы в монетках. Что это значит? В строках мы должны указать какие-то статьи, там, показатели, нефинансовые показатели, производные показатели. Ну, у нас пока только строки. Значит, вот их мы с вами и укажем. Значит, вот обратите внимание, я сейчас нашел здесь статьи бюджетов, да, оплата поставщикам, поступление ДС. Вот. Для того, чтобы это включить в таблицу, мне достаточно соответствующий пункт перетащить направо. Причем, да, я указываю, куда он упадет. На колонке нельзя, я его должен включить в состав строк. Второй перетащить. Ну, вот. У меня будет в таблице две строки. Оплата поставщикам и поступление ДС открытым. Для чего нужны колонки? Ну, как вы понимаете, мы эти оплаты и поступления должны посмотреть в разрезе чего-то. Например, в разрезе каких-то временных периодов. Например, в разрезе месяцев. Ну, вот. Для этого нам всегда надо добавить измерение. Период. Месяц. 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 Ну, и что я еще здесь сделаю? Я вот это вот подниму чуть выше. Вот. И, наверное, оплата поставщикам я чуть-чуть смодифицирую. То есть, это же уход денег. Правильно? Вот. То есть, лучше бы, наверное, это показать со знаком минус. И это можно сделать. Я двойным кликом открыл настройку и указываю, что у меня это будет с обратным значением. Ну, вот, в общем-то, все. Я могу уже завершить редактирование и создать экземпляж бюджета. Программа проверит это все. И программа создаст документ. Вот экземпляр бюджета – это то, что будет фиксировать ваши бюджеты. Давайте мы возьмем тот сценарий, который мы с вами брали. Сбалансированный. Организацию. Давайте возьмем Орион. Период. 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 Давайте вот так вот этот год возьмем. Ну, вот и все. В принципе, мы можем здесь уже что-то заносить. Оплата поставщикам 500 тысяч. Да, они у нас красненькие, то есть со знаком минус. Вот. И мы вот эти вот данные можем, в принципе, распределить на все периоды. Ну, если хотите отредактировать. Естественно, тут возможные более сложные варианты. мы их сейчас не разбираем. Значит, ну, давайте я первым числом зафиксирую вот этот вот бюджет. Конечно, с бюджетом еще можно работать и работать. Тут можно создать какие-то группы, подсчитать какие-то там проценты, да, посчитать сумму по группе. Там у нас может быть несколько статей поступления. Можем все их внести там, внести в одну группу, посчитать сумму. То есть вот эти вот все настройки есть. И, в принципе, там по предварительным планам, как работать, какие там дополнительные есть возможности проработать с данным рабочим местом. Ну, планировал я когда-то такой вебинар тоже. Если будет интерес, соответственно, я готов его провести. Ну, пока мы ограничимся этим. Давайте я запишу и закрою. И теперь я еще здесь вам покажу, как именно мы можем проанализировать уже вот эту ситуацию. Я создам, на этот раз давайте создам копирование. Новый вид бюджета. БДДС, который назову планфакт. Планфакт. Его я не буду использовать для ввода плана. Он будет использоваться только в целях анализа. Структура у меня сохранилась. Но кое-что я в ней поменяю. Что именно? Смотрите. В измерении у меня появился новый вариант. У меня появилась возможность использовать измерение сценарий. Я внесу это измерение в колонки. И укажу, что в качестве сценария я буду использовать сценарий сбалансированный. И сценарий фактически. Немножечко неправильно это получилось. Давайте я это уберу. По месяц вот сюда вот. Вот так вот. В принципе, больше ничего я здесь делать не буду. Давайте я запишу. Экземпляр бюджета я здесь создать не могу. Но могу посмотреть отчет. Давайте я его, наверное, вот так вот. Первый вариант. Ну и что вы здесь видите? Значит, у меня появились данные по тому, что я ввел в сбалансированном сценарии. То есть это данные из того экземпляра бюджета, который я сформировал. А фактически данные у меня пустые. Ну, вы видели там по правилу система и не можете ничего покрутить. Ну, вот вам самый примитивный вариант при работе снизу, когда вы что-то простенькое создаете. А дальше уже это будете усложнять, накручивать и так далее, и так далее. И у нас еще есть время для того, чтобы я объяснил вам, как идти обратным путем от сложного к простому. Сложный вариант, он что подразумевает? Сложный вариант подразумевает, что вы в итоге придете к трем мастер-бюджетам. То есть БДДС, бюджет движения денежных средств, БДР, бюджет доходов и расходов. И прогнозный баланс. Прогнозный баланс. Прогнозный баланс, естественно, подразумевает какие-то сальдовые значения, а не оборотные. А следовательно, нам потребуются показатели бюджета. Если вы идете от сложного к простому, то вы должны начать с того, что вы сформируете какую-то систему показателей бюджета, которые в полной мере будут характеризовать состояние вашей компании. Это своего рода статьи вашего баланса. Сейчас я создам только один показатель, хотя его, конечно, будет недостаточно. Это показатель денежных средств. Тоже без аналитики, тоже количественный валютный учет мы не будем включать. Обратите внимание, что здесь у нас показатели могут быть двух типов. Расчетный и целевой. Мы будем использовать расчетные, а разница между ними какая? Расчетный показатель вы никогда не вводите в программу. Расчетный показатель берется из факта, и расчетный показатель пересчитывается по вашим статьям бюджета. То есть вы явным образом вот этот вот расчетный показатель не будете в вашем бюджетировании задавать. Вы его будете задавать только косвенно за счет указания правил получения фактических данных и за счет связи показателя. Значит, целевой показатель это отдельная история. Кое-где он используется, но об этом как-нибудь в другой раз. Правила получения фактических данных. Правила получения фактических данных. Значит, создадим новое правило. И здесь мы опять-таки должны указать раздел источника данных. Те же самые разделы. Оперативный учет, регламентированный учет. То есть мы этот показатель можем и по РСБУ определить, как в случае статей. Но в этой ситуации, конечно, будет использоваться не оборот по счету, а сальдо по счету. Если мы берем оперативный учет, то здесь мы используем так называемые статьи активов и пассивов. Ну, статьи активов и пассивов имеется в виду статьи управленческого баланса. Ну, здесь мы можем взять, что мы возьмем, наверное, на два варианта. Денежные средства безналичные мы возьмем. И мы создадим еще одно правило. Денежные средства безналичные. Естественно, это у нас могут, если вы хотите, можно это сделать двумя отдельными показателями для бюджета. Но обычно показатели, их ограниченное количество, их стараются особо не размножать. Так, ну вот включили два правила. Можем посмотреть, как это выглядит с точки зрения программы. Ну, и вы видите, что, пожалуйста, программа показывает, что да, если мы будем использовать такие правила, она какой-то факт покажет по данному. Так, это сделали, это сделали. И самое интересное, связи показателя. Значит, когда вы показатель включаете в вашу бюджетную таблицу, то на начало периода он всегда будет браться из фактических данных. А на конец периода он будет браться из фактических данных плюс-минус движение по связанным статьям. То есть в рамках бюджета он будет еще и пересчитывать. Поэтому мы должны показать обороты какой статьи, какой статьи бюджетирования будет влиять на этот показатель и в какую сторону. Итак, у нас всего две статьи. И мы будем говорить, что поступление DS от клиентов у нас будет влиять в сторону приход. А поступление оплаты поставщикам у нас будет влиять в сторону расхода. Ну, как бы логично. Вот, в принципе, задача, первая задача, которую надо решить, когда вы хотите идти от сложного к простому. Вам необходимо понять, в разрезе каких показателей, то есть в разрезе каких статьй баланса вы хотите анализировать вашу финансовую деятельность. Если по этому поводу нет идей, вы, в принципе, можете сделать что? У вас в отчетах по финансовому результату, финансовый результат отчет по финансовому результату, есть вот такой вот отчет, который называется управленческий баланс. Вот, в принципе, вы можете оттолкнуться от тех статьй управленческого баланса, которые программа уже стала использовать при формировании этого отчета. В этом отчете что-то будет, то есть он там по умолчанию в программе определенными данными заполняется. Вот, вот от него, в общем-то, можно отталкиваться при создании своей системы показателей. Причем здесь есть одна очень важная точка. Когда вы создаете систему сбалансированных показателей, вы должны помнить, что они у вас всегда связаны с определенными статьями. И когда вы формируете эту структуру, вы должны понимать, что каждая статья, она обязательно должна влиять на два показателя. На один показатель в плюс, на другой показатель в минус. Ну, это логика баланса, да? Значит, иначе у вас данные сходиться в итоге не будут. Что-то идет в дебет, что-то идет в кредит. И в программе существуют специальные отчеты, которые позволяют это проверить. Вот при формировании вот этой системы показателей, это сложная вещь, и тут рассказывать, и там тонкие какие-то показывать, можно очень-очень долго. Значит, обязательно надо ориентироваться вот на эти два отчета. Связи статьи и показатели бюджета. Значит, давайте я возьму наш показатель, не буду все разворачивать. Вот, значит, и вы видите, что у нас вот это вот влияние показателей не сбалансировано. На самом деле, если бы вы сделали правильно, мы сделали правильно, и статья влияла на два показателя, то тогда мы получили вот такую бы картину. Давайте, видите, сбалансировано. То есть, статья бюджета на какой-то показатель влияет в плюс, на какой-то и в минус. Ну, вот, например, я здесь ткнул начисление зарплаты АОП. Вот она влияет и в минус на задолженность по оплате труда и в плюс прибыль убыток. Ну, в плюс она здесь влияет, потому что это пассив, там, соответственно, обратно нужно будет работать. И второй момент, который надо обязательно контролировать при создании этой системы, это проверка связи показателей бюджета. Ну, здесь сейчас я особо вам ничего не покажу, но принцип это, принцип здесь какой? Идет проверка, насколько корректно у вас правила фактических данных забиты. Видите, вот здесь вот, да, сальдо, наконец, по оборотам статей, сальдо, наконец, по правилам. То есть, смотрят, сколько по фактическим данным получилось, а сколько по фактическим данным, если брать из правил статей, связанных с данным по конкретным бюджетам. Вот. Вот такие два магистральных направления, которые я хотел вам показать. От простого к сложному, от простого к сложному, от сложного к простому. Вот. Ну, я надеюсь, что удалось какой-то, вот такой трепет, который этой подсистемы убрать. Вот. Она вполне логична, хотя и достаточно капризна. Вот. И я надеюсь, что в следующих вебинарах удастся нам куда-то дальше продвинуться. Но это уже будет зависеть от вашего интереса и от тех вопросов, которые, вопросов и пожеланий, которые вы озвучите. Какие вопросы у вас есть? Ну, давайте. Ну, да, Алексей, у меня в 2020 году нет данных фактических, то есть я никаких силодвижений по базе не делал, поэтому соответствующий план-факт ничего не показал. Так и должно было быть. А счет БДР строится в разрезе статей бюджета или в разрезе показателя бюджета? Ну, давайте я вам покажу, наверное, просто, да, как он выглядит. В принципе, это в самой базе есть уже построенный. Модель. Ну, вот эту вот модель давайте посмотрим. Вот. Мастер бюджета – это то, что сама 11 сюда включила. Вот вам бюджет доходов и расходов. Значит, здесь вы не увидите ни того, ни другого. Значит, здесь идет работа по производным показателям. То есть бюджет доходов и расходов, он не редактируем. Он показывает вам, что вы в оперативных бюджетах заколбасили. Значит, если вас интересует, откуда берутся данные здесь, то есть что мы смотрим. Давайте посмотрим. Ну, вот общихозяйственные расходы. Здесь мы как раз заглянем в уже сложные моменты, связанные с формированием таблицы. Но здесь вот вы видите, что, в принципе, по сумме двух статей вот этот вот показатель формируется. То есть в исходнике лежат статьи BDF, BDR, но они не редактируемы. Вы видите только результат. Так, работа со сложными таблицами – хорошо. Проверочные показатели. Какие вы имеете в виду, Татьяна? Уточните, пожалуйста. Первая колонка отчета. Вот смотрите, если вы используете вариант простая статья, простая таблица с показателями в строках, то первая колонка – это будет статья или показатель, или производный показатель, или нефинансовый показатель. То есть там вот это все может быть. Проверочные показатели. Нет, не блокируют. Не блокируют. Значит, вот смотрите, обратите внимание, BDR, он не используется для ввода плана. Это отчет, который вы просто показываете. Или вы имеете в виду... Татьяна, возможно, я вас не понял. Если речь идет вот о том, что я показываю сейчас, BDR – это, по сути, свой отчет. Он не предполагает ввод каких-то данных. Если вы имеете в виду вот эти вот отчеты, которые я показывал, да, по бюджетированию, вот эти вот. Нет, это просто проверка. Они ничего вам не заблокируют. То есть, ну, можете работать неправильно, да. Если вы не заинтересованы в создании замкнутой модели к формированию мастер-бюджетов, можем обойти с бюджетом. Ну, в общем, да, значит, BDR и BDS можно построить в разрезе статей и в разрезе показателей. Ну, в общем, да, вы имеете в виду, что, в принципе, вы можете, если речь идет об отчете, вы можете взять показатель не только как начальный остаток или конечный остаток, хотя мы считаем, что показатель – это сальдовое понятие, но оборот по показателю, он тоже есть. Другое дело, что вы не можете его запланировать, вы можете его только увидеть. Ну, типовые существуют, конечно. Другое дело, что здесь уже вопрос скорее не о возможности программы, а о методологии бюджетирования как такового. Это немножечко другой момент. Существуют какие-то типовые формы, конечно. Можете что-то увидеть. Ну, обычно все увязывается на те задачи, которые ставит перед собой то или иное предприятие. Да, существует ряд производных показателей, они, кстати, в экзамен 1С тоже входят. Вот это вот EBITDA, EBIT, вот это все тоже же можно включить сюда и смотреть их динамику. Пожалуйста. Не совсем понял вопрос, что имеется в виду, как называются колонки. В отчете они называются в соответствии с кем, какие измерения вы для колонок поставили. Они так и будут называться. То есть, если вы сможете BDR, ну, BDR вы обычно смотрите в развитии каких-то временных периодов, там месяц, квартал. Соответственно, вы выбираете измерение, месяц, квартал, и именно это измерение будет стоять в колонках. Так, ну что, значит, я пока зафиксировал только одно пожелание, работу с сложной таблицей, как это делается, да. Есть еще какая-то тематика существует, которая вас интересна, ну, озвучьте, пожалуйста, либо, значит, напишите потом менеджеру, который отвечает за проведение вебинара, они, соответственно, мне это озвучат. Так, ну, если больше вопросов нету, то большое спасибо за внимание. Жду вас на других своих вебинарах. Буду очень рад вас видеть.